Друзья, приветствую! Это видео я хочу начать со слов о важности небольших обучающих произведений, в частности этюдов. Как правило, этюды не преследуют целью нести большую эстетическую ценность, но развивают очень полезные навыки, которые нам пригодятся в исполнении других композиций более масштабного объема. И сейчас на базе одного из этюдов мне вместе с вами хочется на несколько нюансов обратить внимание. Этот этюд я вчера выложил на свой канал, я его написал специально для своих учеников. Он простой, но в одном этюде сразу сосредоточено несколько навыков, которые развиваются в процессе его разучивания. И давайте я сейчас первую часть этого этюда наиграю, потом расскажу, на что нужно обращать внимание, когда вы разучиваете композицию, потом наиграю вторую часть и в заключение еще одну очень важную мысль отмечу, которую необходимо держать в уме в то время, когда вы разучиваете ту или иную композицию, которую собираетесь исполнить. Итак, начнем с первой части. И потом у нас реприза пойдет. Ну, тут вы видите небольшие гармонические отличия, а так практически повтор гармонии идет аккорд за аккордом. Первый навык, который развивается в данном этюде, это навык игры арпеджиату. В отличие от арпеджио, здесь нужно в один момент сыграть одновременно несколько струн, но не так, чтобы они звучали щипком, а последовательно. Таким образом создается объем аккорда и практически каждая ноточка прослушивается. То есть, если мы щипнем одновременно все струны, звук наполненный, но нет ощущения такой вот, как будто акцентирование внимания на каждой ноте. А здесь мы... Как будто бы пропеваем каждую ноточку. Это первый момент. Второй навык, который мы здесь развиваем, это навык игры арпеджио. И если арпеджиату мы спускаемся от басовых к верхним струнам, то арпеджио мы обыграем в данном этюде от верхних к нижним струнам. Третий навык, который развивает этот этюд, это умение высчитывать длительности нот. Обратите внимание, что здесь у нас последовательность следующая. Относительно, мы, конечно, будем говорить, все ноточки, они такие достаточно быстрые, но длинная нота, короткая нота, длинная нота, три коротких ноты. Затянули, потом проскочили короткую ноту, опять затянули ноту, потом три коротких, и повторяем. Опять три коротких, длинная, и так далее. То есть высчитываем длительности нот. Следующий, четвертый, получается, нюанс, на который нужно будет обратить внимание, и он, кстати, важен во многих композициях, это отдельно идущая басовая линия. Вот посмотрите, если внимательно прислушиваться, то мы здесь как будто бы по ступенечкам спускаемся вниз. Видите, да, как будто бы хроматизм мы здесь обыгрываем, а на самом деле каждая эта нота, которую мы сейчас играли, является базой для аккорда, который мы обыгрываем. Вот это ре была, потом, вот это, вот она, си бемоль, ля, опять ре, до, си, си бемоль и ля. Вот это очень важный момент, чтобы бас не просто щипали, а подчеркивали его важность. И еще тут один важный нюанс присутствует. Мы обыгрываем, когда то акцентируем одновременно с басом интервал, который называется децима, то есть октава и плюс еще терция. И вот как раз-таки здесь создается вот такая специфическая атмосфера, не просто голые октавы, а через терцию. Это то, что касается первой части. Что относительно второй части можно сказать, на какие навыки можно здесь обратить внимание. Ну, первым делом бросается в глаза прям барре. А во-вторых, обратите внимание, как меняется гармония. Вот мы обыграли ре минор, си бемоль мажор, а потом, вот у нас до мажор, и сразу же идет до мажорный септаккорд. Вот до мажор и... Дальше идет фа мажор, а потом эф сус. Бас остается тот же самый. Дальше идет си бемоль мажор, и си бемоль мажорный септаккорд. Дальше ля мажор, и ля мажорный септаккорд. И выходим на тонику. То есть вот эти вот нюансы в изменении звучания аккорда тоже очень важны. Поэтому, когда вы разбираете любую композицию, старайтесь вот таким образом разбить ее по маленьким частям, как бы по пазлам, для того, чтобы увидеть вот эти отдельные приемы. Где-то арпеджиату, где-то арпеджио. Обратить внимание на длительности нот. Потренировать прием барре и услышать изменения в гармонии. Если вы так вот внимательно будете каждому произведению, которое разбираете, подходить, то впоследствии вы не только сможете видеть композицию, вот только взяли, сразу ее как будто бы под микроскопом рассматриваете. Но сможете все эти навыки на практическом уровне в свои аранжировки и в свои мелодии внедрять. Спасибо за просмотр. Желаю вам хорошего дня. Увидимся в следующих видео. Если оно показалось вам полезным, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. До встречи. До встречи.